Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле. Астрономы оценили опасность астероида, приближающегося к Земле 4.26.23.2019 года. CC by S.R. 4.0. Marshall Kina. Телескоп. Tiger E. Act. Croped Image. CC by S.R. 4.0. Marshall Kina. Телескоп. Tiger E. Act. Croped Image. Телескоп. Архивное фото. Москва, 23 ноярия новости. Обнаруженный специалистами Роскосмос и астероид, который приближается к Земле и сравним по размерам с Челябинским метеоритом, серьезной опасности для планеты не представляет. Об этом РБК заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИЯФ МГУ Александр Панов. Аналогичной точки зрения придерживается заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Ран Дмитрий Виби. Специалист прокомментировал ситуацию и отметил, что обнаруженный астероид даже не песчинка, а какая-то молекула. Виби полагает, что объект заметят только избранные наблюдатели. 25 октября, 17.53 Рионаука. Обнаружены ворота, через которые кометы попадают внутрь Солнечной системы. Ранее стало известно, что система контроля космического пространства Роскосмоса засекла два опасных астероида, которые приближаются к Земле, за последние три месяца. Как сообщила Газкорпорация, размер одного из небесных тел сопоставим с Челябинским метеоритом. Там отметили, что поперечный размер объекта составляет 10-15 метров. Объект обнаружили 6 ноября при мониторинге на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1, расположенном в районе села Передовой Амурской области. По данным системы контроля за космическим пространством, космическое тело находится на гелеоцентрической орбите. Период обращения 2,89 года. Минимальное расстояние до Земли более 139 тысяч километров. Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 километров и распался на многие частицы в Челябинской области. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль. От взрывной волны в сотнях тысяч домов в Челябинску и его окрестности были выбиты стекла.